И Кубань река Если скажут мне, где земля твоя, люди, где твои соплеменники, Я отвечу им, здесь земля моя, казаки мои, братья верные. Понад кручею светлый град стоит, купола церквей к небу тянутся, В зелени садов он купается, у Слабинском град называется. Над кручей Кубанскою, как обелиск, стоит пусть во все времена, Казачий мой город, родной Устлабинск, моя крепостная стена. Знаменитый житель Устлабинского района, дважды герой социалистического труда, Хлебороб Михаил Клепиков говорил, Наш район – сердце Кубани. Это так и есть. Устлабинский район расположен в центральной части Краснодарского края. Включает в себя город Устлабинск и 14 сельских поселений, где проживает более 111 тысяч человек. Из них в городе более 40 тысяч. Район с выгодной логистикой находится на пересечении как автомобильных, так и железнодорожных магистралей. Важна и его близость к крупнейшему морскому порту страны, Новороссийску и Черноморскому побережью, Республикам Северного Кавказа, международному аэропорту в городе Краснодаре. Устлабинск расположен в месте слияния двух крупнейших водных артерий края – рек Лобы и Кубани. Все это создает весьма благоприятные предпосылки и условия для развития района и партнерства с другими территориями Кубани и России, а также для привлечения инвестиций. Один крупный инвестор в лице компании «Базовый элемент» – Олега Дерипаски в Устлабинском районе уже есть. Здесь работает созданный им на базе восьми хозяйств крупный холдинг «Агрообъединение Кубани». Столица района, город Устлабинск, хорошеет с каждым годом. Появляются новые современные объекты социально-культурного назначения. К примеру, учебно-оздоровительный центр «Тополек» переходит на круглогодичный цикл работы. Новый облик приобретают школы и детские сады. Успешно работает спортивный комплекс «Старт». Современный Устлабинск превращается в перспективный социально-экономический кластер с инновационной образовательной базой, серьезным историко-культурным потенциалом. Район, где когда-то получили свое начало немало хозяйственных инициатив, выросших до всесоюзных масштабов, сегодня вновь позиционирует себя родоначальником перспективных трендов как в социальной сфере, так и в агропромышленном комплексе. Экономика района строится прежде всего на сельскохозяйственном бизнесе. Не случайно колосящиеся поля у слабинца называют «выращенным живым золотом». Площадь сельхозугодий составляет 118 281 гектар, в том числе пашни 106 098 гектар. На территории района располагается 16 крупных коллективных хозяйств, более 800 крестьянских. Здесь выращивают зерновые, зернобобовые культуры. Район – крупнейший в крае производитель зерна, сои, сахарной свеклы и подсолнечника. Флагманами среди аграриев района являются агрохолдинг «Кубань», сельхозпредприятия «Родина», «Восток», «Ладожская», «Тимирязево», «Нива». В рамках импортозамещения научно-производственное объединение семеноводства «Кубани» считается одним из самых крупных производителей отечественных семян кукурузы в регионе. Особый акцент в агрополитике района делается на работе по восстановлению численности крупного рогатого скота и дойного поголовья. Сегодня, когда вопрос продовольственной безопасности страны стоит как никогда остро, со всей очевидностью вырастает роль хозяина на земле. В Услабинском районе зарегистрировано около 24 тысяч личных подсобных хозяйств и 633 крестьянско-фермерских хозяйств. Государству, а значит краевым и местным властям, чрезвычайно важно поддержать человека, взявшего на себя ответственность за собственное дело. Наши крестьяне чувствуют такую поддержку в реализации молока, мяса, овощной продукции, возмещение части затрат по осеменению крупного рогатого скота и строительству теплиц. По объемам производства в сельском хозяйстве наш район занимает устойчивое третье место в регионе. Услабинский район – это территория, где достаточно комфортно соседствуют малые формы предпринимательства и крупный, даже по российским меркам, бизнес. Может потому, что в основе местного менталитета лежит суровая, но справедливая казачья заповедь – «Богу молись, а до берегу сам гребись». Хозяйственность и рассудительность, какими историей руководствовались наши предки, вылились сегодня в общерайонную политику по внедрению бережливых технологий. Пионером и образцом для всех стала компания «Агрохолдинг Кубань», входящая в пятерку крупнейших сельхозпредприятий России. Опыт работы над повышением эффективности производства, поиска скрытых резервов для получения максимального результата распространился и успешно развивается во всех сферах. Помимо агропромышленного комплекса, основа экономического потенциала района составляет промышленное производство в сфере переработки, строительства и транспорта. Промышленность муниципального образования Услабинский район представлена 15 крупными и средними предприятиями. Среди них крупнейший в регионе сахарный завод «Свобода», уникальный производитель эфирных масел «Комбинат Флорентина», динамично развивающееся производство газобетонных блоков «Главстрой Услабинск», а также мясоперерабатывающий комплекс в Услабинске. Превышение качества управления процессами приживается и в социальной сфере. Идеи бережливого отношения к тому, что мы имеем, заражаются все, от мала до велика. С этой целью в детских садах и школах района подрастающее поколение на протяжении последних лет учат задумываться над совершенствованием своих навыков и умений. В рамках просветительского проекта «Школа нового поколения», которую реализует администрация района при активном участии и добром партнерстве фонда Олега Дерипаски «Вольное дело», в образовательной сфере наблюдается настоящий прорыв. Ребята, участвующие в программах робототехника и агроклассы, «Школа тайной открытий» и, конечно, «Школа бережливых технологий», осмысливают образовательный процесс, участвуют на равных со взрослыми в поисках решений и проблем и часто выдают настоящие рационализаторские предложения. Растут люди с активной жизненной позицией, заточенные на позитивное развитие и улучшение качества жизни. А значит, больше золотых голов и рук будет среди тех, кто продолжает жить и работать на своей малой родине. Учителя, врачи, главы местных поселений, общественные деятели, бизнес-элита района становятся проводниками идеи, способной сплотить и объединить общество. Большая роль в этом процессе отводится работникам домов культуры, библиотек, музеев. Местные краеведы убеждены, что среди нравственных ценностей, так присущих у слабинцам, особо выделяется заповедь так чтимого здесь Александра Васильевича Суворова. Вдумчивую науку побеждать не числом, а умением. Творческий потенциал района самобытен и не раз являлся предметом изучения фольклористов и этнографов. По-новому он раскрылся под влиянием политики бережливых технологий. В районе реализуется эксклюзивный арт-проект «Место под солнцем», представляющий собой скульптурную композицию, собранную из металлического лома. Каждая скульптура наравне с эстетическим и эмоциональным посылом содержит и чисто образовательную демонстрацию того, как списанные было в утиль детали машин и бытовой утвари, даже демилитаризованные боеприпасы при творческом подходе могут получить вторую жизнь, превратиться в оригинальное произведение искусства. Лежит на центральной равнинной части Кубани район, даже очертаниями своими похожий на сердце. И действительно, здесь вас встретят с сердечным вниманием и создадут максимально эффективный климат для инвестора. С вами щедро поделятся благодатными дарами у слабинской земли. И тогда вы поймете, что главное сокровище древнего Междуречья – его живое золото. Люди. Те, кто растит, хранит и передает в своих ладонях наследие поколений.